дорогие друзья вот мы уже в ангрене покушали теперь тронулись курсан шерф наставник мой впереди горах уже погода вот такая дождливая ближайшие два часа не останавливается она поэтому еще не начался вот это ангрен город узбекистане который советский времен был самый самый такой город город горники короче промышленный город это вообще-то вот дорогие друзья сейчас страна узбекистан мы едем кирганскую долину как раз только что сангарейла выезжали завтра страна отмечает великого мусили магометовича день рождения если бы он жив ему бы исполнилось 78 лет я поздравляю с днем рождения мусили магометович о мастер дорогие друзья вот мы едем едем дорогие друзья едем вот что с хурстан шерф мы куда она сотрудничество можно на разведку ходить тимур уже по мир тракт проехал я проезжает памирский тракт он уже готов спасибо за доверие вот дорогие друзья это город ангрен кому-то ностальгия когда-то было может кто-то жил здесь уехал кто-то уже жил уехал вот это ваш если кто увидит ангрен вот таким образом он перестраивается это ангрен перед перевалом камчик покидаем ангрен город вот впереди облака уже густой густой становится на курсан шерф остался сзади ну догоняет ветер встречный сейчас вот отсюда поворачиваемся будет боковая вот такая маршрут перганской долину до холоса едем ух хурра хурра ты смотри хорошо ушел в сторону а то стогнул буты все впереди сложности поэтому ничего зато вот эту поездку ждал силы полтора года слава бога наконец-то облака постепенно темнеет хотя сколько время час дня вот я еду до холоса наставник мой остался потому что возраст все равно свое берет но догоняет я поеду там где-нибудь пока подожду потом и еду это камчик перевал узбекистан терганская долина дорогие друзья вот ближайшие четыре часа не останавливается будет место не будет останавливаться дожди но пока здесь нету а там переди уже льются вот до холоса постепенно поднимаю поднимаюсь природа смотрите конечно это не киргизия потому что кого киргизистана природа не так как узбекистане потому что там чуть-чуть прохладнее я имею ввиду сторону бишкека сторону и секуля а потом сторону толдык сары таша там погода совсем отличается там зелень всегда а у нас это уже сухо вот постепенно поднимаюсь дорогие друзья вот вот у нас постепенно поднимаюсь сравнение Памира этот перевал на два раза меньше это только начало камчикский перевал самый высота 2 500 примерно где-то так ну дорога проходит самый высший . это здесь а по мере 4 за 4000 перевала вот такие дорогие друзья вот так вот так тур зона янгабада сильно дождет к нам еще не подошло ну не знаю но облака тучи идут сюда вот это в сторону сангриена я еду здесь посадили елку сосны всякие хорошо что они выжили ну теперь может расти будет красивый фон эффект отлично будет ну потому что у нас вот такая пустыня чтобы пустыня не было посадили и здесь будет кислорода хорошее ну вот такая у нас в узбекистане вот тоже уже начинается капать 1 2 уже капает азаби немножко открыто вот сторону таджикистана и сторону вангрия уже немножко открывается но как передали погоду ближайшие 3-4 часа переходит уходит дождь но там в глубинах горах Чимгане в сторону Янгабада Турбаза там сильно потому что облака все рассказывает как там дорогие друзья вот я еду Камчик перехожу Ферганский долину потому что открыли вчера карантин у нас в Узбекистане вот поэтому срочно решил поехать в Ферганский долину потому что любое время может закрываться просто такого момента надо воспользоваться вот дорогие друзья уже капать начали мне тоже надо туда подальше а то подожду облака идет к нам я поеду туда дождь начался я спасаюсь под Толиной вот велик ставил сюда дождь уже идет в сторону турбаза сильно но сюда тоже идет все равно дождь есть дождь лучше быть сухим чем мокрым потому что горах будет сразу холодные и замерзаешь поэтому я думаю туда магазин или куда я лучше зайду чуть-чуть постою там дождь идет или это аптека или как амбулатория или что-то такое я зайду сюда временно а магазин оказывается но закрытый он и прошло меньше стал я под магазином немножко убежал и обронялся даже под дождем вот техника работает перевале там дорога или что-то там делают потому потому что там ровняет что-то как-то что-то или расширяет дорогу ну короче делается ну там вот а хорошо что облака идут туда ветер сверху гоняет тучу туда вот теперь после дождя начинаю мой напарник мой наставник курсан-шеров пока нету он там где-то может остался тоже или где-то тоже спасается от дождя где-то он но я здесь спасаюсь дорогие друзья вот так и едем долина ферганскую вот погода хорошая не считают немножко дожди ну хотя август сегодня 16 узбекистане ну погода вот такая дождливая даже в Ташкенте был дождь а теперь в Ангрене в горах дождь почти перехватил ну так немножко капает едем вот мой напарник доставлен курсан-шеров вот сзади едет скажите что-нибудь как вы вам не трудно не тяжело вам нет нет переодолеваем Тамчикский перевал с Димуром Рахимова я говорю что у меня есть напарник правунок генерала Савир Рахимова не забывайте вот он тоже любит дальнобойщик да мы оба переходили в памирский тракт сравнение памирский тракт это ничего потому что высота два раза выше чем камчик там воздух кислорода дефицит там за 4000 поэтому вот дождь почти перестал вот дорогие друзья обзоры здесь у нас узбекистане в ангрене ангрен ангрен это река ангрен или как это сай или как я не знаю точно ну вот вот так он выглядит всего воды мало дожди прошли слава богу основная там дождь было в этой турбазе янгабады это самый высокогорье там любой тучи там выливает дожди потому что там высокие а там основная наша сборная волники как кураж бокс вся эта спорт занимается там у них турбаза там основная высокогорье бывает у них поэтому там тренируются погода капризничает но шутить с нами нельзя мы все таки с Тимуром сильнее слава богу дай бог не подводил бог нас не обижал вот дорогие друзья постепенно поднимаемся время два часа в Ташкенте Узбекистане почти весь Узбекистан в одном цикле времени ходит кажется поэтому везде два часа раньше была разница час а после мустаклика сделали везде одинаковы в десять два часа